Красивый цвет. Ду-ду-ду-ду-ду. Привет, мои хорошие, с вами Селена Све, и сегодня кухня красоты. Ура! Да, пора красить волосы, посмотрите, у меня уже отросли корни, я всё с ребёнком не могу добраться, сейчас вот он спит, закрыла дверьки, и всё, хочу, сейчас буду краситься. Что у нас будет сегодня происходить? Как всегда, эстель у нас. Окрашивание, я всегда окрашиваю эстель, потому что это бюджетно, и большой выбор, и профессиональная косметика, в общем, она мне нравится. В чём заключаются наши эксперименты? В том, что я выбираю разные цвета и экспериментирую с корнями, потому что я не хочу обесцвечивать их осветлителем, как вы поняли, да? Ну, в плане порошка. И хочу это делать краской. То есть я считаю, что даже краской красить на 9-12, это будет намного бережнее, чем порошком на 6. Ну, это лично мой опыт, лично моё мнение, то, что я заметила, поэтому я выбираю краску. Я долгое время красила вообще какой-то масс-маркетовской краской, а там была целая двенашка, и у меня двенашка перекиси там была, и у меня волосы были просто прекрасные, шелковистые, блестящие. А сейчас я боюсь даже девятку взять. Ну ладно, не суть. Итак, что мы взяли? Я взяла свою краску 1066 из Тель. Это будет у нас тонировка по длине на полтора. Оставляем один к одному. Дальше я взяла также красочку 166. Это у них осветляющая серия SOS, по-моему, в рации. SOS, да. И она работает только на 9 или 12%, поэтому к ней я взяла 9%. Это мы будем красить на корни. Ещё также много в комментариях девочки мне писали, и, в общем, советовали, что лучше, да. То есть до этого у меня было на шестёрке, я красила обычной краской на шестёрке корни. А сейчас я взяла именно осветляющую серию, посмотрим. Но профессионал в магазине сказал мне, что краской в любом случае будет желтизна. А мы, когда красим мои корни, всё равно появляется желтизна. Мне хочется, чтобы хотя бы было что-то другое. Ну, в плане холодный оттенок, желтизны не было. И девочки мне посоветовали, кто-то в комментариях, не помню, посоветовали взять мне корректоры, тоже от Estelle, которые добавляются в краску. Один сантиметр добавить синего, который убивает желтый желтый, и один сантиметр добавить фиолетового, который убирает оранжевизну, оранжевый оттенок. И я думаю, что да, почему бы и нет, можно их добавить. Это корректоры, которые пойдут туда, в краску. И также я взяла Хек, который делает волосы наши шелковистые. В общем-то, слышала я, что он снижает немного процент, вот такой момент слышала. Но также он, здесь такой хромоэнергетический комплекс, который заботится о ваших волосах. В общем, вот такое взяла. Также я решила попробовать ещё, потому что очень быстро снимается, стирается наш цвет. Вот, пожалуйста, есть две линии. Есть люкс-линия, это синий и фиолетовый шампунь для поддержания холодного отлива ОСТЛ. Бальзам и шампунь серебристый. Он там синего цвета. Покажу. Покажу, я так открою вам, покажу. Вот, вот такого он цвета там и есть. Ну вы поняли, да? И есть люкс. Вот люкс стоит, премиум-класса стоит у них 550, а этот стоит 331. Я подумала, ну а что мне там люкс, ну прям уж там. У меня хорошие маски есть и так далее. Мне не принципиальный этот момент, вообще надо попробовать. Вот, и я взяла. В общем, всё. Поехали сначала красить корни. Да, кстати, что на мне надето, это всё то, что мне жалко испачкать, моя домашняя одежда. Итак, поехали. Сейчас мы берём красочку 166, осветляющая серия SOS, и разводим её с 9% оксидом. Цвет у красочки вот такой зелёный, интересный. Давайте сразу добавлю туда синего 1 см и фиолетового 1 см корректора, прям в краску. Ну вот, что получилось. Теперь я добавляю 9% оксид. Смесь готова. Для того, чтобы красочка у нас сильно не пахла аммиаком, я иду и мешаю это всё на улице буквально минутку, она всё выветрится и можно будет красить и не будет так сильно вонять, как обычно. Всё готово. На самом деле корректора так мало, что кажется, он ничего и не сделает даже для красочки. В общем, весь этот состав сейчас я аккуратно наношу на волосы. Наношу я всегда руками, перчатками, мне так удобнее. Размешиваю всё кисточкой. Поехали! Отвратительные перчатки у меня. Всё, корни я намазала. Всё это ушло у меня на это 10 минут ровно. И сейчас пройдёт минут 10-20, наверное. Я буду приготовлять для основной длины нашу смесь. А сейчас у меня появился лайфхак. Я думаю, у меня и перчатки просто, они прям снимаются с меня. Я думаю, может быть, намазать руки кремом и перчатки прилипнут туда. Сейчас попробуем. Ну-ка, чеки. Не знаю, не уверена. Теперь стало там ещё жарнее. Не, всё равно снимается. Да, всё равно перчатки остаются. Голова, кстати, печёт намного сильнее, чем обычно с шестёрочкой. Да, припекает. Припекает. Поэтому начну готовить смесь для нашей длины. И, кстати, хотела сказать, мне очень часто девчонки присылают, что в Инстаграм, в Директ сообщения. Оставлю тут свой Инстаграм на всякий случай. Что ВКонтакте, в личном. Просят всегда советы. Описывая мне свою ситуацию с волосами. и просят меня, как вот бороться с желтизной или ещё что-то. Девчонки, я не знаю, я не профессионал. Я на своих волосах всё время экспериментирую. Это первый момент. Второй момент. Ни один профессионал вам, объясняя вот так по сообщениям, что у вас за ситуация, никто вам не посоветует. Нужно смотреть структуру волос. Нужно смотреть, что у вас там были за краски до этого. Что вообще и как. То есть это только наглядно может сделать человек. И ещё не каждый профессионал, который увидит всю эту ситуацию, может всё это сделать. Поэтому я даже вам скажу, не спрашивайте ни у кого вот так вот удалённо. Идите к профессионалам, просто проверенным. И вот они тогда, наверное, вам что-то подскажут. Либо экспериментируйте вот так, как я. Всё, готовим новую смесь. В новую смесь я уже добавлю вот этот вот хромоэнергетический комплекс, потому что волосы подлиннее я бы хотела беречь. Там ещё свои волосы можно без хрома этого. И тем более он немножко снижает оксид, насколько я слышала. Поэтому я не буду его... Ну, поэтому я его не добавила на хром. Итак, берём красочку нашу 1066. Также я сюда добавила... Я сделаю 2 к 1, потому что тоже слышала так можно. Потому что на мои вот эти волосы нужно как можно жиже и больше краски. Поэтому у меня оставалось вот здесь 1,9% вот такой какой-то и стель полторашку. Короче, 2 к 1 получилась. 160 добавляю, 160. Вот. И добавляю сюда хромоэнергетический. О, жижота. У меня волосы очень сухие по длине, поэтому они очень много вбирают в себя жидкости. Поэтому 2 к 1. Так, мешаем. Идём на улицу. Всё, смесь наша готова. Сюда корректоры я не добавила, потому что у меня, в принципе, по длине желтизна хорошо убирается с цветом 1066. Там уже, в принципе, присутствуют все эти пигменты, просто для корней, ну, их недостаточно, и поэтому я добавила. А по длине достаточно. Вот. Ещё я вышла на улицу, а уже темно, представляете? И сына надо скоро будить. Мне бы главное накраситься, а там уже всё смыть, это второе дело. Поэтому мы помчались красить волосы. Всё, я намазала все свои волосы. Сейчас мне надо взять расчёску и потихонечку всё ещё пораспределить. Всё, увидимся, наверное, тогда, когда уже я всё смою. Смывать я буду сейчас обычным шампунем, не синим, не синим я буду потом уже красить, поддерживать. Сейчас я буду обычным шампунем, обычную масочку использовать для восстановления волос. И посмотрим результат через 30 минут. Всё, наконец-таки я закончила, моя футболка вся грязная. Не знаю, ассетируется, не ассетируется, но в любом случае у меня есть ваниш из фикс-прайса. Маленький такой. Я им все пятна вывожу. И хотелось сказать, что очень часто прям девочки по 5 постов в день в Инстаграме мне приходят сообщения о том, чтобы я порекомендовала что-то от выпадения волос. У меня, да, сыпались волосы после родов, но уже как год прошёл и стало на самом деле меньше. Но у меня появились вот такие витаминки, они уже здесь закончились, называется вот Honey Today Higher. В принципе, я думаю, что можно любые витаминки для волос попить, но это специально вот для волос. Тут всякий такой комплекс витаминов. И самое классное, что они жевательные. У меня 3 штучки осталось. Их очень вкусно есть по 1 раз в день. Также можно использовать вот такая маска. Она тоже от выпадения волос. Она стимулирует новые луковицы к росту. Вот. И укрепляет тем самым наши луковицы, которые есть. И они меньше выпадают. Она сделана на основе имбиря. Просто мне не очень комфортно тем, что начинает жечь. Начинает жечь немножечко голову. Я это не люблю, потому что я все делаю очень быстро. Поэтому она у меня еще такая почти целая. Но маска на самом деле кайфовая. Кайфовая даже в плане том, что после нее волосы шелк. Реально шелк. Ее вот так много. У меня и об этом, и об этом где-то были посты в Инстаграме. Поэтому, если интересно, полистайте. Я вышла из душа с первыми словами. Наконец-таки я это сделала. Я покрасилась. Сын еще спит. Поэтому сейчас я его буду будить, кормить, потом сушиться. И потом с вами увижусь. Посмотрим, что же я все-таки сделала. У меня уже малый проснулся. Телевизор включен. На самом деле не пойму, что получилось. Так, еще пока что у меня разный свет тут, и надо, короче, сушиться. Вот. И что я использую? Вот. Я наконец-таки взяла свой любимый дав. Мне нравится, как после него расчесываются волосы, и как он пахнет. Вот. Это номер один. Для меня я кучу всего поиспользовала. В итоге пошла в Ашанна и купила свой любимый дав. Теперь пошла сушить волосы. Так. Ну что? Вот что у нас получилось. Слушайте, этот цвет я просто, вот просто обожаю. Посмотрите, какой он красивый. Он просто, знаете, полярная, полярная ночь. Ну не ночь, может, полярный день там. Короче, полярность какая-то. В общем, очень красивый цвет. Он прям серебрится. Он прям, ну вы видите? Вы понимаете, да? Что насчет корней? Так как камера у меня цвета не передает все как следует, у меня желтый свет падает сверху, прям на меня дневной цвет. Что я вам скажу? По-моему, идеально. По-моему, идеально. Вот, вот я не знаю, как бы преломить вот так свет, чтобы вы поняли, чтобы свет пал одинаково. Вот так вот, наверное, да? Вы видите, да? Что сравнялось. Конечно же, немножко, капельку малейшую он отличается, но желтизны такой нет, как было раньше. То, что было раньше, желтизны намного меньше. И мне кажется, что хорошо добавить вот этого пигмента, который мы добавили. Вот так вот, да? Замечательно. Красота. Вообще, он серый прям, да? Красивый цвет. Я счастлива, что я наконец-таки покрасилась, потому что это совершенно не просто с ребенком. Вы понимаете, кто мамочки? В общем, все. 1066, это последнее время, будет мой. Я не буду больше экспериментировать пока что, да? Ну, только если буду прятки делать какими-то цветами, но посмотрим. Пока я полностью довольна этим своим цветом. Класс. Такая флота. Все ровненько, видите? Цвет идеальный. Все, короче, я буду наслаждаться своим цветом волос. Ну, надеюсь, мое видео было полезным и интересным для вас. И поэтому ставьте лайк. Кто первый раз, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Впереди много интересного, не только с покраской, но и со многим другим. Я вас целую, обнимаю и прощаемся до следующего видео. Пока-пока. Что, Зая? Что? Что мой котел? Что мой котел? Ты проснулся? Ты проснулся? Нет еще? Ты еще спишь? Ты хочешь сыр? Кто? Кто там? Ох! Ты хочешь сыр?